друзья всем привет скоро близится у нас уже зима ну и думаю я сейчас скучать то решил вас немножко подготовить к зиме так скажем вот r14 размер взял за основу 175 65 но обычный вазовский размер вот и думаю надо вас приготовить зиме вот начнем с 14 там потом мошкин 15 16 и заморим вот ну и сами понимаете что от радиуса меняется колеса то есть модельки у этого самые распространенные бюджетные варианты которые в принципе можно рассмотреть как бы ездить отзывы уже об этом все собрано вам немножко поведаю расскажу так что поехали но первая шина это у нас tunga tunga nordway 2 как бы это новая модель ну как новая относительно новая да это был первый ну вот чувак недавно приехал это вот такая горит резина я горит такую же хочу я уже не упускают говорю забудь сейчас только 2 он такой давай 2 2 возьму ему понравилось на шестерки как вот так вот если честно чего сказать по резину и будет она примерно как кама это tunga это бывшая резина вот кардиан тасс к я когда-то было часто только называется если в общих чертах бюджетный вариант никому не советую почему потому что шипы вылетают только на 1 2 не знаю может прикатка такая была ли еще что не совсем советую как бы такая резина своеобразная ценник у данных шин 2270 рублей если бюджетом не богаты лучше кажется кому рассмотреть так что не знаю кому то может понравится тут на любитель я вот так скажу я не советую почему гуру потому что выпадают и так далее по борта борта довольно крепкие жестковато так что немножко суметь будет да не немножко уж что и обманывают шуметь будет она так что смотрите сами думайте сами как говорится вторая шина это у нас кама пятьсот девятнадцатая такой бюджетники вариант скажем довольно неплохое для дедушек что много не ездит там поэтому можно рассмотреть протектор совете направленный довольно широкие канавки то есть снег хорошо двигать и будет но вот по шуму честно скажу ну довольно шумновато резина ну потому что это кама вот для грунт какого неспешной езды можно рассмотреть бюджетный вариант борта ну сами понимаете такома борта жестковатый конечно хоть хотя них и лето такое же примерно как зима вот я щупаю то же самое лето но и зима должна быть мягче но если вы любитель к мы пожалуйста вот вам кама цена 2400 рублей забирайте на здоровье следующая шина это кардиант я взял липучку потому что тоже ездят кому-то очень даже нравится она поэтому я думаю что это же надо включить в этот топ липучки тоже хорошо себя ведут и многие их покупают уходит шипов смотря где вы живете конечно вот допустим в моем городе асфальт довольно чистят не часто но все равно это бывает и в основном вы ездят по асфальту чужих лист и на шипах ездит ну шумно прям люди не вывозят и поэтому нас вот такое брать липучка идет у нас асимметричная то есть внутренняя наружная сторона скажем она по мягкости будет даже помягче чем кама не сильно помягче вот она прогибается хорошо вкусный вариант липучки цена у них две тысячи пятьсот пятьдесят рублей как бы цепляется на за счет ламелей как вы знаете тут их очень очень много поэтому вариант реально достойный можно рассмотреть на наши машины липучку кардиан winter drive называется моделька любимая всеми резина это у нас вятти как все все обожают прям я не понимаю это брена nordica шипованная как мы может быть обратили внимание шипы у данных шин только по бокам то есть по центру шипов нету а как вы знаете что за разгон и торможение вас не отвечает именно центральное ребро тем самым центральная часть здесь работает как липучка по городу в принципе вообще вариант очень даже хороший но вопрос вот допустим моем городе частный сектор у нас расположен таких гористых местах что там трудновато проехать будет на данной резине а так для города по асфальту почему нет вариант очень достойный и кстати есть у взять еще липучка и и покажу вам позже но ее прям нахваливают нахваливают и нахваливают говорят чуть ли не лучше чем бриджи я попозже сделала не обзор просто мне сейчас нету и покажу вам что за липучкой что там нахваливают но я реально сам шоке и и прям хвалят много уже слышал у нас это у вас людей вот все тут у нас борта такие же помягче чем кардианта даже будет хоть ну и естественно много мягче чем кама потому что там это это вообще деревянная вот резина неплохая игру сразу но здесь то что эти шипы а то что пока мы не сделали я не знаю для города убирать можно почему нет вариант хороший вот следующий у нас завершающий это кардиан сноукросс 2 модель модель вышла у нас не помню то ли в том году или позатом под конец довольно свежая модель брать не буду когда она конкретно вышла но вариант очень хороший тоже направленная кстати протектор взят шинка капеллита 8 очень очень похоже шипы тут у нас звездочками идут такие вот интересные сразу скажу резина шумная потому что шипов побольше здесь сделано ну и кардиан все-таки он идет пожестче потому что и борта пожестче сама резина пожестче будет прогибается то она трудно взять это легче прогибается в интердайв понятно липучка вообще только в путь идет вот но дорогу держит она хорошо скажем для наших машин я считаю это вообще вариант очень достойный почему нет ценник у них подороже будет 2630 рублей сезон соответственно монтаж бесплатный будет как и на кардиан как и на вяти ну к массу угой никогда монтажа бесплатного не бывает это такая резина не очень высокого качества и блещет она поэтому вот эти скажем шины очень хорошие кардианта по шипам как бы нареканий тоже особо не было по крайней мере вот знаете вот в этих вот новых моделей потому что что я вам хотел что про кардианта рассказать там в тысячи каких-то лохматых годах проблемы у них были как вы сами знаете то есть шипы вылетали там из-под борта травила и так далее то есть ну корт лес это были проблемы у кардианта да и от них короче все отказались но некоторые до сих пор ездили вот в пятнадцатом году шестнадцатом они поменяли оборудование сейчас резина реально нормально идет так что не с эти можно брать такого уже точно не будет вот так что гуру можно рассмотреть эту резину по шумке типа 60 децибел там но это все франье она будет немножко пошумней а так резина гуру хорошая тунга весит 7 и 4 килограмма кама весит 7 килограмм примерно взять и весит 7 и 4 килограмма всеми 3 примерно это так ну кардиан весит 7 и 2 где-то примерно кардианта у нас примерно весит семь с половиной килограммов как обычно с вами небольшой итог подведем конце видео что я вам хочу сказать если вы будете рассматривать липучку так скажу липучку r14 это либо кардианта винтер драйв либо вяти липучка вру сейчас нет пока потом покажу не очень хорошая будет если вы все-таки больше по шипам но хота реально шипы возьмите либо вот в авиате больше городского формата либо кардиан да пошел не будет вопроса нет но если вы для наших машин берете а то же четырки там девятами такси шум ну чё париться на музыку включил да и наслаждайся нюансом так скажем сеансом поэт можно и кордов рассмотреть так видите тоже неплохая резина вот так что ребят смотрите думать про тунгу каму как бы я не буду сильно расхваливать особо это нечего потому что это уже уходящая резина нам дедушки их понятно покупаю там вот так вот так что возьмите лучше вот за этих двух реально не ошибетесь уже очень отъезжено проезжено отзывов куча варианты достойны если группа тише надо что-то такое не сильно гоняйте ведь если там любите чуть поднатопить там куда-то заехать но можно кордов посмотреть так что это вот были 5 бюджетных шин r14 так что ребят всем пока там подписаны лайкусики ставим скоро сделаю потом средненький обзорчик возьмем еще размер другой поищем посмотрим так что всем удачи и пока жопу этот коронавирус